Красивая фигурка, все-таки. О, Д-4, отлично. Поехали. Мы видим, наконец-таки, Д-4. И это у нас либо Старая Индейка, либо Грюнфельд, я так понимаю. Либо Пирца Уфимцева. И это Старая Индийская защита. Нет, скорее Пирца Уфимцева. Да? Потому что С-4 не сыграна. А, ну да, С-4 не сыграна. А сейчас вообще, знаешь, в какую-нибудь Сислянку перейдет? Может быть, кстати. Да, право. Какая-то Сислянка непонятная. Или Пирца. Я даже не знаю, что это за дебют. Что-то на грани Сислянки и Пирца. Так, рейтинг какой у меня? Наличие с у меня 2000. Все. Ответила. Нормальный рейтинг. Нормальный рейтинг. Наличие с 2000. Ну, смотри, Александр настроен на победу. Довольно агрессивный дебют разыграл. Давай, Александр. Должен победить эту партию и сместить, наконец, этого филиппинского американца с первого места. Да. Ну, вообще слон, конечно, мощный у черных. Мне у черных позиций нравится больше. Ну, у белых, видишь, у них как бы статичная такая структура хорошая. Ну, я не знаю. У черных были как слабость на Д6, но зато все остальные фигуры хорошо играют. Да у черных просто прекрасные слоны, на мой взгляд. Вот. Белым еще что-то надо делать с пешкой на Б2. То есть как-то ее еще защищать. Потому что, ну, вот, правда, коневая она пока защищена, но тем не менее. Слон, а так просто не выгодишь. Так, у меня спрашивают, должны ли белые выигрывать по праву первого хода. Я считаю, нет. Я считаю, что все должно закончиться в ничью при сильнейшей игре. Хотя вот недавно вот нам компания Google показала Альфа-Зиру. И там Альфа-Зиру играет Д4 первым ходом и просто выносит сток фишиком во всех позициях. Сток фиш не может уравнять там нигде. Отдает фигуру просто так, знаешь, за... Не знаю, за что. Просто так отдает фигуру, играет без фигуры, обыгрывает сток фиш. Молодец, Альфа-Зира. Так что, может быть, все возможно на самом деле. Шахматы очень глубокая игра и неизвестна. Может быть, она ничейная, а может быть, белые добиваются победы единственным путем, например. А представляешь, какого был бы тылка, если бы начальная позиция была бы цуксвангом? Ну да, кстати, вот я слышала, что есть такая игра, вот, турецкие шашки, насколько я помню. И вот там право первого хода, но наоборот, ставит соперник в худшее положение. Турецкие шашки? Ну да, я... Как-то раз меня в них научили играть, я сыграла разочек. Интересно. Ну да, да. Ну, знаешь, такой же в шахматах. Вот ты играешь Е4, все, форсировали массу 780 хода. Ой, ну так это же надо выучить. Соперник будет путать как-то, все брянуты надо знать. Ой, не знаю. Так, ладно, тем временем позиция немножко упростилась. Да. Чуть более симметричный. Ну и мне кажется, Грещук сохраняет шансы, поскольку коль у него идет на Д4. Ну, да, но с другой стороны, его слон упирается пока что в пешку Е5 как-то. Ну, у него слон упирается в пешку Е4, я тоже могу сказать. Ну, тоже, да. Тоже. Давай, Саи, сейчас с Калемом Д4 поставим. Или сначала Ладьюн Д8. С Калем можно не спешить, сначала Ладьюн Д8. Не, мне кажется, все-таки есть перевес у черных, может побороться Александр. Как ты вообще позицию дашь? За кого ты сыграл? За черных. Ладьян Д8 мой ход. Угу, да. Прогоняет Ферзя с активной позиции. Ну, хотя как с активной? Ничего, нечего там Ферзю, конечно, делать, я считаю, на Ферзе фланге. Ну, может быть, опять хотел как-то провести Александр. Ну, вот смотри, не спешит ставить коня на Д4, да? Угу. Все, я говорил, конь Д4, а вот он не спешит. Вот опять, да. Ну, опять, да, вот как я и говорила, подрывает перченую структуру на Ферзевой фланге белых. Руслан говорит нам, что через пару тысяч лет мы узнаем, как белые выиграют в шахматах. Ну, дело за малым, только дожить до этого. Да, в принципе. Делов-то. Тем временем, Сон нападает на Слона, Слон должен отойти, я думаю, на Б3. Слон Б3 нас смутся. Отнимаем поле Д1, и потом его можно подкрепить пешкой. Да, кстати, хороший план. Ну, правда, там будет хоть Слон С4, скорее всего, все разменяется в итоге. И пешка будет какая-то на А4. Ну, может, даже сразу Слон на А4. Ну, вообще, знаешь, вообще черные могут пешкой просто побить. Не, не стал. Отошел. Отошел, пассив. Пассивчик. Да, да, да. Да. Ну, ничего, тоже план. Хорошие книжки о переходах из одних дебютов в другие. То есть, разыгрывание ходов одного с переходом в другой. Взаимосвязи, так сказать. Вот нас спрашивают, есть ли такие книжки. Вы знаете? Я такой ни одной не знаю, если честно. Я не знаю. Не, ну, я сама вот знаю, как из одного дебюта в другой перейти. Если у меня там что-то неудобно, я, может, смогу к своей схеме. Такую книжку я могу посоветовать, может быть, Ёж. Сергея Шипова. А, это вы жёсткую книжку посоветовали. Да, да, да. Ну, там в основном всё про Ёжа, но там Шипов рассказывает возможности перехода в разные схемы и почему, как этого избежать, чтобы там более-менее построить Ёжа при разных порядках ходов и не попасть в тяжёлую позицию из разных схем. Так что, наверное, другое я не знаю просто. Ну, я мало книг читал, если честно. Даша, ты сколько Шапсов книг прочитала? Я читала книжку Паин Шпилю Авербаха, я читала Немцовича мою систему. Вот. Ну, по дебютам выборочно что-то читала, по тактике читала. Было дело. Так, в общем, по дебютам не знаем такой книжки. Ну, а тем временем... Ага, что тут? ...что у нас произошло? Как-то Су активизировался, Грищук как-то ушёл в оборону. Давай, Саша, держись. Вроде бы у чёрных два слона, но как-то они зажаты очень сильно, да? Угу. И пешка на З4 заблокирована. Эх ты, что это у нас такое? Ну, вот и нет двух слонов. Петец? Да. Ну, а то пешка Е5 теперь подвезла. Да, это прям такой клин. А как-то, может быть, слона через поле H6 можно... Нет, ты никак его не выведешь. Да, бесполезный слон достаточно. Ну, слон-то давит на Е5 вроде нормально. Пешка нуждается в защите постоянно. Смотри, как СО сейчас пешку откушает или нет? Или будет размена? Да, размена просто. Уйдёт потом ладьё и всё. Можно же бить сейчас? Ладьё на Д можно сейчас бить, кстати? Ну, он просто на Е5 побьёт и всё, получается, размен. На Е5, кстати, лазья Е4. Ну и что? Нормально. Ну, разменялся и всё, ушёл. Да. Да, побил на Е5. И как-то всё уравнивается, мне кажется. Угу. Разноцветные слоны какие-то появились. Да, всё, выменивают. Ну что, не выиграл, хоть не проиграл, тоже неплохо. Да, мне тоже... Ну, на самом деле, в Блисе может всё, что угодно случиться. Даже с такой позиции. Да. Причём вот у Грищука сейчас времени меньше, чем у СЛИСО. Ну, только Грищука это нормально, у него всегда меньше, вообще во всех контролях. Мне кажется, будет Грищук в переписку играть, и там он будет встряхнуть постоянно. Из какого я города? В данный момент я проживаю в городе Иваново. Научиться я буду в Москве буквально через два месяца. Так что ждём дальше в Москву. Владёй, наверное, надо бить. Хотя, ну, шах... Там пешка, смотри, на 1 подвисать. А, вижу, что шах и пешка на 1. Ну, а с другой стороны, если сейчас побить СЛОНОМ или ФЕРЗЁМ, то тут... Да, СЛОНОМ надо, чтобы пешка защитить. Так, а вот СЛОНОМ-то вот как-то тут будет на связке. Смотри, а сейчас СЛОНОМ может съесть пешку или нет? Ну, там СЛОН может отскочить, какое-то нападение на ФЕРЗЯ будет. Вот я говорю тут, наверное. А если ФЕРЗЁМ побить? Нет, СЛОДЬЁ бьёт. СЛОДЬЁ ничего не боится. СЛОН же 6. Да. Да? Да. Как тебе такое, СЛОН же 6 вообще? Крош. Это всё обострилось тут. Вообще-то да, тут и всё. Ешку, мне кажется, опасно было это убрать. Вот, ушёл. Ну, просто, наверное... Ну, надеюсь, отдалённая проходная, понимаешь, по линии А очень опасно тоже. Ну, наверное, просто вернётся на Е4 как-нибудь. Вот так даже. Вот так. А, имелось в виду ФЕРЗЦА-2 и грозить матом на H7. Наверное, такое перестроение имелось в виду, да? А! Вот он препятствует. Препятствует. Сильный в 5 лезет. Вот как! Сильный, хорошо. Сейчас ладья ещё... А, нет. Там проиграется слон, не может ладья. Вот сейчас уже может, наверное. Ладья-то на Е7 может сейчас стоить, нет? А почему, мне кажется, в 5 он сыграл? Не знаю. Он просто съел пешку. А, на пешку тоже неплохо. Конечно. Теперь сейчас просто можно толкать пешку Б. Пробовать. В общем, что-то Гаищук перемудрил, отдал пешку зачем-то. Да, ладья сейчас поменять и двигать пешку Б. Я вот о чём. Может быть, так можно. Ладья-то надо менять, правильно? Ладья у нас на Е. Ну, он так не думает. Он так не думает. Он хочет сохранить просто контроль над первым рядом в виде молодьёй. Чтоб тут всё было защищено. Теперь вот на Е7 висит. Но всё равно большие шансы, что ничья будут, всё-таки разноцветные слоны. Да. Ну, чёрным тяжелее, конечно, без пешки, да? Ну, ещё. Давай, Саша, держись, мы верим в тебя. Видишь, блокаду по чёрным парам строят. Да, не даёт продвинуть пешку. Ферзи. Нам пишут, что Ферзь аж пять выигрывал за белых. Мы это не заметили, в какой момент. Может, потом посмотрим. Да, вы напишите, пожалуйста, номер хода, Рустам. Сейчас уже это всё проехало. Да. Ну, может быть, и сейчас здесь Ферзь аж шесть, например, напал просто на... Или Ферзь Е4. Ой, а сейчас-то... А, ну да, всё нормально. Так, король пошёл в бега, смотри. Всё, тут уже опасно. Мат грозит ему в окно. Угу. Защитился. Защищается. Так, ну буквально слон держит от мата просто из последних сил. Одна на Д может как-нибудь... А, вот так нападать на ладью, но слона... Ну, держится пока, смотри. Я бы сыграла в той позиции вот где-то один, вот ход назад, наверное. У БЩК 14 секунд. Да. 9, 8, 7, 6 секунд оставалось у БЩК, вот сделал ход ладья Б2. Шаг сейчас можно дать на А8 белыми. Ну, имеет... Ну, кто-то уйдёт, наверное, королём всё. Брал просто слона. Вот сейчас разменяется и ничья, мне кажется. Ну, тут, конечно, с таким временем. Хотя сейчас уже цель, но это боюбный. Да нет, здесь он вытянет, смотри. Ну, тут позиция простая просто. Мат уже не грозит ему. Да, здесь, причём, у чёрных всё-таки не хватает пешки, но отдалённая проходная. Одна и... Разноцветные слоны сейчас вот А8 так ничего не сделают. Повторением ходов. Поэтому, наверное, тут будет ничья. Нет, продолжает СО играть на победу. Угу. Правильно делает. Да. Так, разменяю пешки. Можно пить на F7 или нельзя? Не успела досчитать это дело. Ну, да, там слон-то подвисал, может, можно. А там не было... Да, там, наверное, нельзя, потому что шаг в промежутке слоном-то, чернопольным. Разве не так? Я, честно, уже пропустил, что-то. Ну, нет, а просто в промежутке вроде шаг был. Да, нельзя. Да, и нельзя было бить. Ну, здесь, наверное, ничья. Всё здесь удерживает легко. Да. Всё защищено у него теперь. Разноцветные слоны, да, ничья. Всё, и фиксирована была ничья. Это очень хорошо. Хороший результат. Да. Субтитры создавал DimaTorzok